На автобане А5 к югу от Франкфурта на Майне заработал первый участок с контактной сетью для электрических грузовиков. Пятикилометровое испытательное шоссе между Лангеном и Вайтерштадтом обошлось немецкому министерству охраны окружающей среды в 14,5 миллионов евро. Таким образом, проект e-Highway, разрабатываемый компанией Siemens уже много лет, вышел на стадию опытной эксплуатации. Тестировать его будут пять логистических фирм, для которых спроектированы гибридные грузовики Scania R450. Помимо обычного 13-литрового дизеля, у них есть и электрический модуль от Siemens, батарея, электромотор и смонтированный на специальной раме пантограф для питания от контактной сети. Конструкция вышла довольно громоздкой и даже заняла часть кабины. Спального отделения у тягача больше нет. Зато грузовик не привязан к контактной сети и без потери времени и скорости может переходить с электрической тяги на дизельную, перестраиваться в другую полосу, поднимая и опуская токоприемник автоматически. Характеристики пока держатся в секрете, но известно, что батарея у гибридных Scania совсем небольшая и хватит ее на десяток километров. Но так и задумано. В отличие от чисто батарейных проектов, вроде Tesla 7, инженеры Siemens и Scania считают, что грузовики не могут часами простаивать на зарядке. К тому же массовое строительство сверхмощных зарядных станций обойдется не дешевле электрификации дорог. По сути, речь идет о строительстве троллейбусных, вернее троллейвозных линий. Разработчики надеются экономить до 80% топлива и радикально сократить выбросы. Уже построенный в земле Гессен участок не будет единственным. Еще один электрифицированный трек откроется летом близ города Любек на автобане А1 в Шлезвиг-Гольштейне. А в начале следующего года построят и третий участок в Баден-Вюртенберге на федеральной дороге B462. На каждом из них будет работать по пять гибридных Scania. Продолжение следует...